Всем привет, с вами Герш, и сегодня я хотела бы поговорить о кино. В общем, как и всегда. Потому что для меня сейчас кино это один из самых важных аспектов в жизни. Начиная с января я каждый день стараюсь смотреть хотя бы по одному фильму, в общем-то развиваюсь и знакомлюсь с различными режиссерами, актерами, и чувствую себя очень даже счастливым человеком. Но есть всё-таки среди этих 100 или 120 лет кинематографа одна эпоха, которая мне очень сильно близка, и фильм этой эпохи я буду пересматривать, наверное, бесконечно. Это вот период, состоящий с 50-60 лет, начиная с 1895 года, то есть с первых фильмов против Люмьер, или до этого там Эдисона, различные пробы и эксперименты, и заканчивая вот 50-ми, может быть, годами 20-го века. И для меня этот вот период от 50-60 лет – самый любимый и самый сокровенный. Это было шесть причин, почему же человеку будет интересно посмотреть чёрно-белые фильмы, немые или звуковые, но главное, что это чёрно-белые всё-таки фильмы. Первая причина – это атмосферность, это как-то даже, это очень сложно объяснить, просто нужно почувствовать, то есть когда садишься перед телевизором, ты как будто попадаешь вот в эту вот эпоху, тебя как будто обволакивает вот чем-то таким приятным, и в какой-то момент даже начинаешь чувствовать причастность к событиям, которые происходят на киноэкране. Это очень ценно, и это, безусловно, волшебно, и вот она – сила искусства именно поэтому. Есть такие фильмы, которые я готова пересматривать бесконечно, и я как бы погружаюсь в них. Например, один из моих любимых фильмов «Хримские каникулы», который я посмотрела уже раз двадцать, и вот я его смотрю, его снова и снова, и у меня такое ощущение, как будто я уже была в Риме много-много раз, я уже знаю там каждую улочку, просто потому что я смотрю фильмы, я чувствую себя, как будто бы я с героиней Отриха Берн гоняю там на Папете. Вторая причина – это актёр. Как будто бы другие люди были. То есть ты сравниваешь тех, кто играет в кино сейчас, с теми, кто играл в кино лет 60 назад, и ты понимаешь, что абсолютно-абсолютно всё разное. Может быть, просто стиль, когда мы с тобой поговорим и чуть попозже влияет, но невозможно, вот, то есть вот актёров-мужчин, потому что сама по себе, в принципе, актёрская профессия – это не мужская профессия, и как будто уже общий звездный факт, что мужчина-актёр – это и не мужчина вовсе. Это просто актёр. Ну, опять же, это всё очень спорно. И, ну, ты смотришь действительно на тех людей, которые снимались летом, ну, вот, очень-очень давно, и ты чувствуешь в них силу, даже мужскую силу, именно в плане того, что мужчина-мужчина, то есть я таким, не знаю, там, как за каменной стеной. У меня есть список любимых актёров, которые я составляла, и вот среди этих актёров практически все – это представители старой школы, и те, которые находятся в моём списке, они лично для меня – это символ такой мужественности, символ какой-то мужской силы, то есть я считаю, что одним из своих актёров Джеймса Стюарта. Он мог сыграть любую роль, и я считаю, и вот, считаю, считаю других кинематографистов, что Джеймс Тёрт – это один из самых величайших актёров в истории кинематографа, и я подписываюсь двумя руками и ногами, и всем целом я подписываюсь, всем партий, я подписываюсь. Все, что-то, Джеймс Тёрт – действительно гениальный актёр. Вот актёры как-то меня вдохновляют, и вот из моих любимых актёров я могу выделить вот Джеймса Стюарта, Джона Бэйна, Джин Келли, Грегри Пэка, Мелвина Дугласа, Гаррельда Ллойда, Бастера Китона, в принципе, Ча, блин, я тоже могу выделить как к своему, одного из моих любимых актёров. Да. Ну и, наверное, потому что там не было инстаграма, и эти звёзды не выкладывали свои фотографии в зеркале. Может, поэтому я их ещё и люблю. Третья причина, почему я люблю смотреть чёрно-белое кино, и почему трёх человек может полюбить смотреть чёрно-белое кино – это стиль. Стиль, вот, вот уже, получается, переходим к актрисам, потому что актрисы, они были настолько стильны, вот они были женщины-женщины. Для меня, безусловно, иконы стиля среди актрис, хотя я не так много знаю женщин-актрис, потому что в фильмах я обращаю нам больше и больше внимания на мужские образы, чем на женские. Я, наверное, могу в физике выделить сити на турбе. Одри Хёберн, господи, это, по-моему, просто царица и иконности, царица стиля, икона стиля. По умению себя подать, она так хорошо держится, то есть она так себя подавала в фильмах, что действительно, просто на неё смотришь и думаешь, господи, я такая красивая, ты можешь не взорвать взгляд. То есть для меня, который не особо любит женский пол, вот такое вот восхищение, ну, немножко необычное. Но я, безусловно, сейчас, насмотревшись на все эти фильмы, я пытаюсь как-то повторять образы этих актрис, ну, поскольку где найти одежду, приходится импровизировать или просто думать, а вот когда я там сегодня богата, я себе буду покупать огромное количество старых платьев. есть, я все в каком-то в ЦУМе, в ГУМе, в ГУМе, вот этот вот, на магазине, как раз на площади, такой отдел, называется Винтаж Ваяш, и я постоянно лезу на их сайт, и вот они как раз продают платье, там, 60-х годов, 40-х годов, но, поскольку, я думаю, столько одурительные, что если я продам свою квартиру, например, я смогу купить платье, наверное, только 2 или 3, потому что цены, действительно, одурительные, но в такой момент, например, так навряд, и Инстаграм доказывают, Винтаж Ваяши, и вот этот сайт, то есть можно говорить, «Какое красивое платье!» Он стоит, там, не знаю, миллион рублей, и, думаю, блин, миллион рублей платье стоит, «Ну, окей, ну, не для меня!» Ещё одна причина – это способ, «Чёрно-белое кино» – это хороший способ расслабиться, но просто потому, что как-то вот эта вот лёгкость, она приедётся тебе, то есть я смотрю каждый день по фильму, но при этом не нужно, что все фильмы, которые я смотрю, это какое-то серьёзное очень кино, потому что в большинстве своей я всё-таки смотрю какие-то старые кометики, хорометраж, потому что хорометраж, я надеюсь, я правильно написал слово, хорометраж, фильмов, в принципе, не превышает более полутора часов черно-белых фильмов, если говорить про немых, там, не знаю, тоже там, час, десять, может быть, когда-то так, а самый первый короткометраж, какие-то, по две, по три минуты, ну, и, в принципе, там, какие-то немые комедии, или фильм вроде «Дусть, Попса», ну, 15-20. Да, ваше исключение, и, безусловно, сразу мне на него приходит «Нетерпимость», и «Метрополис», это вот действительно такие фундаментальные фильмы, и они такие серьёзные темы рассматривают, что... и они, причём ещё без звука, то есть там даже не говорят. Само по себе выдержать немой фильм, который идёт больше часа, даже при всей, и с музыкой, и с атомкультуртом, используется очень сложно выдержать, то есть уже после 20 минут, почему-то не выдержать после 20 минут, потому что 20 минут, наверное, самая оптимальная время, когда можно выдержать при просмотре любимого кино, уже дальше у тебя голова начинает просто разбухать. Я, например, до сих пор не могу посмотреть ни «Метрополис», ни «Нетерпимость», хотя уже много раз слышала и уже натыкалась в списках самые там, не знаю, крутые фильмы, масса для просмотра, для тех, кто любит кино, для тех, кто учится в киновузах, но я не могу до сих пор его посмотреть. Для меня, например, смотреть «Человек на аппарат» час там 10 было большим испытанием, потому что там 30 секунд от нас, 30 секунд другая сцена, и там всё так меняется календоскопом, и при этом ничего как-то не говорят, это больше такая документальная охрана. И это уже было для меня с планем, что же вы думаете, когда я сяду смотреть на «Метрополис» или «Нетерпимость», которую там более двух часов, просто нужно уже быть отдохнувшей, выспавшейся и сесть и смотреть. Отключение, потому что в целом хорометражный фильм очень хороший, и даже если у вас нет времени смотреть там полуторачасовые фильмы какие-то, то 15 минут или 20 в языком серии Симпсонов вы можете уделить на просмотр той же самой комедии с Бастром Китоном. Почему бы и нет? Наконец, ещё одна причина – это музыка. Я настолько прониклась этой музыкальной культурой, что когда я включаю фильм, я включаю радиостанцию Кейси и Эйд, американская радиостанция из серии «Ностальжи», вроде нашей радиостанции «Мелодия», которая была раньше, или тоже самое, по-моему, опять же, «Ностальжи» у нас там была, но я не знаю, не берусь тверждать точно. В общем, Кейси и Эй – это сборник старинных таких песен, начиная с 20-х годов, и ты просто заслушиваешься и в тебе вот эта вот атмосфера, она тебя окутывает, 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 и чувствуешь тебя достаточно, что и у человека. poem «Ностальжи», incluso я могу слушать, слушать. der кр desen. раз слушал какой-нибудь современный Клаб-клаб-ремикс, уже не помню. Все время занимает именно музыка из великолепных фильмов. Я думаю, что, наверное, уже надо заканчивать, потому что, ну, слишком много наговорила. Надеюсь, вас вдохновило на то, чтобы что-то посмотреть, погуглить, почитать, глазком увидеть и сказать, что да, 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 вот это вот кино, которое, безусловно, стоит посмотреть. С вами была Кеша, и мы увидимся же с вами совсем скоро в новом, очередном интересном видео о кино ли, не о кино ли, но я так люблю говорить о кино, что ждите, наверное, в скором времени. Смотрите, слушайте, любите кино, как люблю его я, и будет в вашей жизни еще больше сказки, еще больше спокойствия, и еще больше счастливых моментов. Стоп, снято. Пока-пока.